Исключительно монеты. Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском. Удивительно вкусно, искристо, остро. Весь я в чём-то норвежском. Весь я в чём-то испанском. Вдохновляюсь порывно и берусь за пером. С трёх от авиапланов, беги автомобилей, Ветропросвист экспрессов, крыло лёд буйеров. Кто-то здесь зацелован. Там кого-то побили. Ананасы в шампанском. Это пульс вечеров. В группе девушек нервных. В остром обществе дамском. Я трагедию жизни притворю в грёзы фарс. Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском. Из Москвы в Нагосайки. Из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка. На Марс. Шила Алис. Люблю тебя. Иди сюда. Не было бы сейчас у тебя партнёров в зале любимого. Мы бы любили друг друга на сцене и все бы смотреть. На самом деле это честь. Я вижу, как активно вы все фотографируете. Ребята, вы когда фотографируете лично меня, предупреждайте, буду втягивать живот. Однажды я это сказала на восьмом месяце беременности за алзамер. Честно говоря, я уже задолбала Наташу. Постоянно уговариваюсь тереть те или другие отверстили на мои морды. И я поняла, что кроме Рины Мохаса, я правильно помню, никто меня не может фотографировать. Она фотографирует либо ноги, либо перчатки, либо в тумане. То, что мне надо. А что тебе подарили ещё Лизе сегодня, скажи, пожалуйста? Много алкоголя. Это замечательно. Вообще подарки это замечательно. Алкоголь не бывает. Это была первая часть, то, что я тебе подарила. Ты когда пойдёшь в этот салон, я все свои подарки когда дарю, я пробовала их на себе, естественно. И первая глупость, которую я сделала, зайдя в салон, я сказала, блондинку можно? Они говорят, вы шутите что ли? Я говорю, почему нет? И тут я вдруг вижу, что тайки все. Вторую глупость, которую я сделала, я так отключилась во время массажа, потому что массаж был хороший. Что когда мне сказали, что это конец, я вскочила и говорю, давай теперь я себе сделаю. Я наконец-то вышла служить в Мариинский театр после декретного отпуска. И меня первая, кто встретил, прекрасная девушка. А у меня работает микрофон или я так могу? Всё нормально. Я не люблю, когда нормально, я люблю, когда ненормально. Всё ладно, ничего. И я подумала, хороший знак, потому что если сегодня меня встретила эта девушка, то всё пройдёт хорошо. Так подумала я. Знаете почему? Потому что когда-то, вот если ты идёшь по Мариинскому театру и поскальзываешься, значит перед тобой прошла Соня. Ровно так. Безумная красота девушка, там все текут. Однажды Соня стоит куриц перед Мариинским театром, ко мне друзья из Телевы приехали. Я говорю, пойдёмте, я вам покажу самую красивую девушку, еврейку, которая работает в Мариинском театре. Соня стоит, она безумной красоты. Она отправляет локон, говорит, Шелла, что мне выдала, моя фигура или мой профиль? Я говорю, дура, тебя выдала я. А, по поводу подарков. Я обожаю дарить нематериальные вещи, и я настаиваю, чтобы и мне дарили нематериальные вещи, и поэтому друзья разоряются по полной. Лучше бы они что-то покупали. Второй твой подарок. Ты любишь, когда тебя ревнуют? Ну, сразу, да, да, да. Поэтому у тебя два билета на потрясающего мордаря, это театр Каргородского, урод. Ну, нужно было положить, наверное, в конверте красивых, где я, где красивые конверты, пиздец. Поэтому ты просто придёшь, скажешь моё имя, тебе дадут два билета. Если ты захочешь, чтобы я тебя ревновала, ты идёшь в свои любимые. Если ты захочешь, чтобы она ревновала, ты идёшь со мной, пойдёшь в мордарё. У меня проблема с возрастом. Первая истерика случилась, когда мне было 30, потому что за неделю до 30 я орала на весь Израиль тракнуть и мне сейчас, пока мне ещё 29. А это было ужасно, это было ужасно. А когда у меня не было 40 лет, я прородала всю ночь, мне любимый человек говорит, ты успокойся, сейчас будет 12 полночь, я подарю подарок, а потом забудешь. Я подумала, да, гармоническое путешествие, сейчас будет ночь в ванне с шампанским, и всё как обычно. И вдруг полночь часы бьют, и мне дарят. То есть на стол передо мной лёг чемодан кожаный, и открываю, там, господи, розовые шёлки и рюшечки, знаете, как покойников группа. А вот в этих рюшечках и шёлке крема от старой кожи для старой кожи. Когда мне было 50, вот на этом мне говорят, остановись шейла, потому что ты действительно пьёшь кровь крестьянских молодецов, блестят собаки. Поэтому вблизи меня уже не фотографирует никто, да? Давайте сделаем так, я иногда балуюсь стишками, говорят неплохо, но я сейчас решила сделать интерактив. Выгадаете когда-то кто-то по книге, знаете, открывает, там, но все дуры это делают, да? Кто поднимает первую руку, я беру первое листок и зачитываю. И это сбудется, если вы того захотите. А то первый. Кто у нас смотрящий в зале? Смотрите, кто первый поднимает. Ну тогда, Натаха, тебе нужно что-то выпить, потому что это тост на самом деле. Ты дождя хотел, получи. Ты огня хотел, на ядам. Не точи ножи, не точи, боги вряд ли помогут нам ненавидеть вкуснее, чем любить или по нраву кровавый вкус. Дай мне крови тоже испить, я вампир, это твой укус. Перерезал пространство мост. Ты видишь, время сошло с ума. Я скажу тебе страшный тост, и ты выпьешь со мной до дна.